Всем привет! Вы как всегда на канале Девайса и сегодня я расскажу об очередной подборке топовых связок процессора и видеокарты. В этот раз бюджет на пару этих двух комплектующих будет лимитирован цифрой в 70 тысяч рублей. За такую сумму можно получить довольно неплохую игровую производительность, не говоря уже про обычные бытовые и рабочие задачи. Соответствующие тесты в топовых ААА проектах будут продемонстрированы по традиции в конце этого видоса. Ну а сейчас самое время нажать на кнопку лайка и подписаться на канал. Не забывайте про колокольчик, который напомнит о выходе новых роликов. Напишите в комментах, какое сочетание процессора и видеокарты вы бы приобрели при таком же бюджете. Ссылки на сегодняшние модели будут в описании. Приступим к обзору. Intel Core i5-10400F и NVIDIA GeForce GTX 1660 Super – довольно-таки доступная связка, если сравнить ее с остальными участниками топа. Процессор так и вовсе является одним из лучших решений на сегодня среди всех устройств, представленных на рынке. Шестиядерный 10400F выполнен на все еще актуальном сокете LGA 1200, с которым совместима линейка 11-го поколения. В теории ничто не помешает на нее обновиться. Максимальная частота в турбобусте может достигать 4300 МГц, при этом TDP составляет всего 65 Вт. Процессор наряду с 10100F является тем самым безальтернативным вариантом, предлагающим оптимальное соотношение характеристик и цены. Достаточно зайти на любой маркетплейс и попробовать найти подобный камень на сокете AM4 от AMD. Спойлер, поиск не увенчается успехом. Ryzen 5 2600 теоретически неплохо подходит в связку с 1660 Super. Сюда же можно добавить его модификацию с приставкой X или модель 3500X, но достаточно взглянуть на их ценники и выбор становится очевидным. Что касается карточки, то у нее альтернатив уже побольше, часть из них будет дальше в этом топе. Именно GTX 1660 Super одно из начальных решений для комфортного Full HD гейминга. Она совсем немного отстает от версии с приставкой TI и значительно обходит молодшую GTX 1660, которая оснащалась более медленной GDDR5 памятью. Здесь же предлагается 6 гигов GDDR6 с турботактовой частотой в 1785 МГц. Имеется дополнительный 8-пиновый коннектор питания, трассировка лучей не поддерживается. Графический процессор все тот же, что и в 1660 TU116300A1. Зато пропускная способность памяти увеличилась со 192 до 336 гигабит в секунду. В играх эта разница выливается примерно в 10-15% дополнительных кадров. Проблем с современными ААА проектами у 1660 Super практически нет, если говорить о максимальных настройках и Full HD разрешении. Лишь редкие тайтлы работают при фреймрейте ниже 40 кадров с таким пресетом. Кстати, хочу напомнить вам про наш телеграм-канал, там мы стараемся каждый день публиковать актуальные топы, обзоры, рейтинги и сравнения различного железа и периферии из мира компьютерной техники. Советую вам перейти по ссылке в описании под этим видео и присоединиться к числу подписчиков, чтобы не пропустить новые интересные посты. Следующая связка перекликается с предыдущей. Речь пойдет о процессоре Intel Core i5-11400F и карточке NVIDIA GeForce GTX 1660Ti. Слегка подняв планку по сравнению с ранее рассмотренным сочетанием, удалось получить еще парочку FPS в игровых сценариях. 11400F стал прямым логическим продолжением 10400F. Это все тот же проц, занимающий нишу середнячка у Intel. Здесь нет разблокированного множителя и космического разгонного потенциала, но есть оптимальная стоимость и очень неплохие характеристики. С турбобустом базовая частота может подниматься до значения в 4400 МГц. В играх проц не будет слишком отличаться от своего предшественника. Средний прирост производительности около 5-7%, но в других задачах и синтетике разница уже будет составлять около 15%. Это увеличивает и потенциал процессора при работе с более мощными видеокартами, но я в этот раз остановился на связке с GTX 1660Ti. Карточка от NVIDIA отличается от других модификаций 1660 обновленным графическим процессором, в котором маркировка 300A1 изменилась на 400A1. Если в версии Super было 1408, куда ядеры 88 текстурных блоков, то в Ti их количество возросло до 1536 и 96 соответственно. А вот пропускная способность памяти, напротив, уменьшилась до 288 Гбит в секунду. Правда, это не помешало GTX 1660Ti слегка обойти своих младших братьев в игровой производительности. Пусть разница и не слишком велика, но 3-5% дополнительных кадров никогда не будут лишними, особенно если учесть, что и Super и Ti стоят примерно одинаково. Intel Core i5-12400F и NVIDIA GeForce RTX 3050 – связка из двух новинок, которая претендует на то, чтобы стать тем самым топом за свои деньги. Не стоит обращать внимание на поток негативных отзывов о карточке, который заполнил некоторые маркетплейсы. Пользователи недовольны стоимостью устройства, но ожидать продажу видеокарты по рекомендованному прайсу могли только самые ярые оптимисты. О ее производительности поговорим чуть позже, а пока что переключимся на процессор. Серия камней линейки Intel Core i5 от Intel сегодня доминирует в топе, и это неудивительно. Устройства, как я уже говорил сегодня, являются практически безальтернативным выбором в своем ценовом сегменте. Если еще пару лет назад народными процессорами считалась линейка Ryzen, то сегодня они постепенно теряют аудиторию лояльных пользователей, так как по непонятным причинам ценники на них только растут. Что же до 12400F, то это совсем свежий проц, получивший 6 производительных ядер и 12 потоков. Опять же, какого-то гигантского роста производительности в сравнении с 11400F здесь не произошло. Прогон через бенчмарки показывает разницу около 10% в пользу новинки, но если требуется собрать ПК на актуальной платформе LGA1700, то именно 12400F будет оптимальным выбором. RTX 3050 далеко не предел этого процессора, но в контексте поиска идеальной бюджетной связки она подходит как нельзя кстати. Пускай и понятие бюджетности сегодня слегка размылось, но с этим придется смириться. Как бы покупатели не ругали карточку за оверпрайс, в этом нет вины производителя. Если же сравнить ее с другими решениями в таком же ценовом сегменте, то она совсем не выглядит аутсайдером. Nvidia экономила в первую очередь на памяти. Несмотря на неплохой объем в 8 гигов, здесь используется 128-битная шина с пропускной способностью в 224 гигабита в секунду. Явно не предел мечтаний в 2022 году. А вот с графическим процессором все очень даже неплохо. 2560 CUDA, 8 тензорных и 20 RT ядер, 8 текстурных блоков. Само собой поддержка аппаратной трассировки лучей. Любые топовые игры карточка щелкает как орешки, если включить средние настройки. На максималках в Full HD лишь редкие проекты с не самой лучшей оптимизацией и высокими требованиями могут проседать ниже 40 кадров. Еще недавно можно было только мечтать о покупке AMD Ryzen 5 3600 и Nvidia GeForce RTX 2060 за суммарный пресс в 70 тысяч рублей. Сейчас это вполне реально, благо цены немного устаканились. Но ситуация на рынке меняется не то что ежедневно, а буквально ежечасно. Поэтому лучше не терять времени, если в ближайшем будущем у вас планируется обновление железа. Что ж, Ryzen 5 3600 уже слегка выбивается из понятия народного процессора. Но по характеристикам он все еще может дать фору даже многим новинкам. При сборке системы на AMD именно этот камень сегодня будет одним из лучших выборов наряду с 5600X. Но последний не вписывался в установленный лимит. 3600 имеет разблокированный множитель, который позволяет поднять базовую частоту до 4200 МГц. Кэш третьего уровня здесь составляет 32 МБ и равных по этому показателю процессору в данной подборке нет. Он отлично подойдет и для игровых сессий, и для тяжелых рабочих задач. RTX 2060 одна из первых моделей на архитектуре Тьюринг, получившая RT-ядра и поддержку трассировки лучей. Ее производительности по сей день хватает для комфортного Full HD гейминга в любых новинках. Модель не имеет откровенных слабых мест, против нее играет лишь время и стремительное развитие технологий. Впрочем, потенциал RTX 2060 до сих пор имеет небольшой запас. Карточки уверенно хватит на ближайшие пару лет для удовлетворения потребностей большинства геймеров. Лучшей связкой в бюджете до 70 тысяч рублей становится сочетание процессора Intel Core i5-11600 и видеокарты AMD Radeon RX 6600. Красные карточки редко побеждают в наших подборках, но сегодня как раз такой случай. Если на рынке процессоров AMD уже давно на равных борется с Intel, то по части видеокарт компании еще есть куда расти. Но сначала поговорим о 11600. Я выбрал версию без индекса K. Производительности этого шестиядерника в любом случае с лихвой хватает для раскрытия потенциала RX 6600. Более того, Proz с легкостью потянет работу в паре с RTX 3070 Ti или RX 6700 XT. Он также оснащается и встроенной графикой UHD 750, на которой совсем не хочется останавливаться. Базовая частота 11600 составляет 3900 МГц, а в Turbo Boost показатель может достигать 4800 МГц. Данная модификация с заблокированным множителем отличается и пониженным TDP, всего 65 Вт. RX 6600 относительно недавно появилась в продаже. Модель создавалась как конкурент RTX 3060. В борьбу с Nvidia здесь AMD проиграли, но карточка от этого не стала плохой. С учетом ее текущей стоимости она становится одним из лучших выборов для Full HD гейминга. Да и в 2К видеокарта может показывать неплохие результаты в большинстве игр. Слабое место RX 6600 – медленная память со 128-битной шиной. Ну и трассировка лучей у AMD пока что явно уступает аналогичному решению от Nvidia. Но в остальном карточка не отстает от современных стандартов качества. Ну а теперь давайте посмотрим, какие результаты в игровых тестах сегодня получились. Все проекты запускались в Full HD на максимальных настройках. Топ получился очень ровным, вместе с плавным повышением планки производительности пропорционально рос и фреймрейт в играх. RX 6600 ожидаемо обошла конкурентов, но надо отметить и очень хорошие результаты RTX 3050 и RTX 2060. 1660 Super и 1660 Ti отстали от лидера чуть более значительно, но и по цене они будут доступнее. В общем, каждый сможет выбрать связку под свой бюджет и предпочтения. Надеюсь, что наша подборка оказалась для вас полезной. Буду очень рад, если вы поставите лайк этому видосу и подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений. Напишите в комментах вашу версию оптимальной связки за 70 тысяч рублей. Ссылки на все модели стопа я оставлю в описании. До скорых встреч на просторах ютуба. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok